Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. Сегодня будет совместно почитано «Запрель-2015». Это будет такой женский книг будет сегодня. Читали мы только Ахерну Нестерову. Собственно, начнем танцевать от Нестеровой. Почитали «Тенисос Шмия». Здесь, собственно, три подвисти. Сейчас скажу, какие. Ну, соответственно, «Ты не слышишь меня», «Стать в суд идет», «Дай мне не кусать книгу». И «Макароны по-африкански». Все такие с моральным уроком, не бросающимися в глаза, таким ненавязчивым. Все такие поучительные, все написано очень славно, хорошо. У меня все вообще умничка в этом плане. Да, «Ты не слышишь меня». Это про мужа и жену на грани развода. Причем преподносится очень интересно. То есть сначала все рассказывается, начинается с истории знакомства, с истории любви, с развала. Почему все разваливается? С уст, из уст жены. И потом со стороны мужа. Потом, что там второй, «Стать в суд идет». Очень вообще интересная история про гениального онкохирурга, с которой одна судья поступила очень несправедливо. Ну, документы были такие, вводы на адвоката ее муж был. Нет, не надо. Там именно был несправедливый поступок. Да и муж ее, он на короткой ноге с судью, и сам адвокат. На каждый чих у него бумажек, документик, а у них ничего нет. И вот уже после развода, когда лишили всего имущества, Ну, ты и не палим, Алина. Значит, поступает блатная больная, и это оказывается, что такое. И оказывается, что это та самая судья, которую я просто бы брала, совершенно несправедливо и вот так вот нечестно. И наша врач на перепуте, что делать с такой больной. Как бы ее жизнь в ее руках. Убить. Ну, и третий поезд, он такой, на мой взгляд, жестоковато. Дело в том, что там один товарищ, другого своего товарища, стоил в злобу и... Многолетнюю. Да, такая закостенелая злоба, такая прям старая-старая злоба. И, собственно, его мстя, она достаточно такая жестокая оказалась. Ты что хочешь сказать? Ну, я, в принципе, мне добавить нечего. Мы с тобой единого мнения обо всех этих трех повестях. Очень читаясь поучительной, действительно, и с юмором, где надо, и всяко со всех сторон, так сказать. Тут не одна какая-то кочка зрения. Кочка? Ну, да. И последняя тоже меня, как бы он взял на себя функцию Господа Бога, то есть он его предал, этот друг, и причем... Только не говори, как бы имена. Не-не-не. Причем основательно, и вот прошло много-много лет, и он так его подставил, просто вот... Только опять же не говори, не говори. Не говори, не говори. Ну, жестоко, да. Может, и по делам, но как-то вот... Ну, так... Так, это уж слишком, конечно, недовольный. Следующая книга, это тоже Наталья Нестерова. Мы так, все подряд, чтобы не попутать. «Татьянин дом» называется. Это, я их отрезаю коротко, это не пошлый, типичный женский роман, обильно политый сладким сиропом. Да, теперь ты. Ну, и... Вот так вот выглядит. Мне, как и все, нравится, что Нестерова пишет этот городской женский роман. Ну, все-таки, как ты говоришь, там нет никаких трагедий, там еще всякости сплошные, сопли, извините, розовые. Но нет, разводы, и связанные с ними стрессы, и прессии. Ну, почему? Расписано все это очень живенько, и доходчиво. Ну, у меня не осталось впечатления, что та героиня что-то там переживала. Ну, хопей. У нее прекрасные друзья, чудесные дети, с мужем в итоге сложились чудесные отношения. Она богатая, она талантливая, она живет в шикарном доме. У нее все есть, абсолютно все. Ну, комплексую. Я здесь не увидела, и я не увидела суперкомплексы. Ну, тем не менее, комплексую из-за того, что она никто, она домохозяйка, и вот так, ничем никуда. Мне так не показалось. И, в конце концов, каждый женский роман, сколько бы их ни было, кто бы их ни писал, они все должны заканчиваться к опи-энту. В жизни и так все мрачное. Так уж, позвольте почитать и посмотреть, что... Ну, бывает же, в конце концов. Ну, сюжет должен давать правдивость. Ну, мне думается, тут особо ничего не такого уже, что... В жизни бывают еще и клещи, конечно. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Ну, Татьяна Дома – это такая добра детская сказка. Для взрослых женщин. Ну, эти все сказано. Да. И далее, наша любимая, Сесилия Ахин, три книжки. Две из них мы уже читали в электронном виде, и одну мы прочитали в первый раз. Так, начнем. Марлезонский наш балет. Это «Время моей жизни». Это я забыла от чего. Время моей жизни. А, да, да, да. Подожди, я начну так. Давайте, давайте я его за нафигуру, кто не читал. Однажды героиня получает письмо. Я вот сейчас процитирую, это не будет спойлером, потому что с этого все начинается. Героиня зовут Люси. Письмо. Уважаемая Люси Силчестер, встреча назначена на понедельник, 30 мая 2011 года. С искренним уважением. Жизнь. Рассказывай. Да, она, естественно, вот... Что за письма такие? Нет, но ей известно, что это такое... Это потом, потом, потом. Нет, нет, нет. Она потом выяснила у родителей. Она до этого еще журналист читала. Помнишь, она все время вспоминает, что вот, Женя начинает, там снимок до, снимок после. Ну, да, но ее как-то это не тронуло. Что-то такое она знала. Да. Просто это ее не тронуло, ну и ладно, было и есть. И забавно, ну ладно. А здесь ее самой. И вот получает, значит, несколько писем подряд. Твоя жизнь. И встречает, и все откладывает, и откладывает. Она, естественно, на них не является. И тогда жизнь начинает посылать письма всем ее родным, коллегам, знакомым. А дело в том, что ее родители, это, кстати, ее братья, два брата, они заключили просто на договор. Есть такая услуга. А за это братья? Да, братья. Нет, давай ты не раскрывай вот это вот. Нет, не буду. Вот. И меня вот восхищает что в Сиселе Ахер, что, несмотря на ее, в общем-то, такой, ну, юный, по сравнению, будем так говорить, возраст, она вот в своих книгах поднимает вот такие вот темы, и причем форма такая необычная весьма. Очень необычная. Она просто призывает и хочет сказать, что в каких бы обстоятельствах ты ни был, как бы тебя жизнь ни била, ты должен стоять, ты должен разобраться, куда ты идешь, зачем ты идешь и к чему ты. И в конце концов пойми, кто ты. Мы сами себя не знаем. Мы играем, навязываем нам в социальную роль, там, окружающих и так далее. А чтобы быть честным с самим собой, не врать себе именно и сказать, кто я, зачем я, куда я. И вот эта вот форма, что она встречается с твоей жизнью, так сказать, в такой вот форме, и все эти перипетии с ее, просто замечательно. Вот, вы знаете, читается, какая она была и какая концовка стала, как это ей помогло. И вот форма просто настолько она меняет. Хотя порой, конечно же, на жизни ей такие прям подрядки делала. Да, она ненавидела ее. Да, что ж ты делаешь, так? Ненавидела все воплощения, так сказать, ее жизни в другом человеке, вот так. И просто меня это восхищает. Да, далее. Посмотри на меня. То есть мы все слышали о том, что у детей бывают невидимые друзья. В психологии известен этот феномен. А у меня был, по-моему, не было. Ну, может, и был, я тоже, наверняка было что-то. Ну, я и не помню. С твоей-то фантазией. Значит, ну, это бывает не всегда у детей. Оказывается, у взрослых это случается тоже. Более того, вот смотрите, есть домовые, есть там привидения, есть там вампиры. О них о всех, там, Дракула есть. О них о всех существуют книги, ага, типа Дракула не вампирная. О них о всех есть, существуют книги, рассказы, повести, экранизации, пьесы и так далее и тому подобное. А вот о невидимых друзьях, которые ты вдруг увидишь, до сей поры не было. И вот тут история о том, как взрослый человек увидел невидимого друга своего подопечного маленького. И оказывается, что вот невидимые друзья посылаются на для того, чтобы помочь детям, как-то вот, если там есть какая-то у них неприятная история, или им сложно с чем-то, да, им посылают вот такого помощника друга. И оказывается, что данный невидимый друг сделает открытие, что в этот раз его посылали не к ребенку, а к взрослой женщине. Да, и в этом переписи. Опять же, я вот возвращаюсь к этой форме, насколько это ее изменило, вот, ее отношение к жизни и к окружающим, к ребенку, прежде всего, к этому. Она любила впервые в жизни, будем так говорить, да. И вот как с этой, ну, иллюзия, наверное, да, ведь никто же его не видел, он не материален. А тем не менее, она с ним разговаривала, она с ним общалась, у них отношения. Просто описывается все это так непосредственно, вот, как-то так живо, и воспринимаешь, и ты тоже, что да, так оно и есть, так оно и будет. Только надо суметь увидеть вот этого невидимого друга, то ли из параллельного мира, то ли еще. Но, тем не менее... И там, что самое интересное, в самом начале книги стоит обращение, что, как его там звали, на буква... Ай, футбол, сходи. Вот там обращение прямо, на самом начале книги. Она, она, и когда он сам... Айвен, по-моему, учитель. Не, 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 сейчас скажу, моей семье Ники, 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 Айвеном. А самое главное спасибо Айвену за то, что составляла компанию в кабинете. И она написала, значит, Айвен, как думаешь, они нам поверят? То есть... То есть она чуть ли не изложила, видимо, свою историю. Просто ее переложила на взрослого человека и, ну, такой интересный сюжет создала. А в детстве у нее и уверенно был воображаемый трюк. Очень, очень интересно. И ты знаешь, что я еще заметила, вы знаете, что во всех книгах прослеживается то, что у Сесели Ахим проблемы с отцом. Да. А на самом-то деле у нее же отец, по-моему, чуть ли не мэр, там, губернатор какой-то ирландский. Потому что она вот посвящает маме, братьям, там, тем, 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 айвен, но отца не поминает. И во всех книгах проблемы с отцом у героини. Я вот, кстати, почему не люблю подряд очень много читать у автора, много книг, потому что я начинаю понимать, кто этот автор-человек. Все психологические какие-то особенности, и мне это не нравится, я не хочу ничего знать. Ну, без этого же никак, автор всегда кладывает свою душу, а как без того? Вот, это само собой, я веду к тому, что я не хочу понимать автора психологически. Я воспринимаю авторов книг как неких волшебников, которые создают для тебя чудо. Ну, да. Я не хочу думать, что это там какая-то тетенька, которая сидит и... И переписывает свою жизнь, и свои отношения, так сказать, к тому, как он в пятом месяце. Это все равно, как если бы Золушка воспринимала свою грёстную фею вкусницей. Ну, и вот, и прежде чем перейти к следующей книге, я хочу подчеркнуть, по-моему, твои слова о том, что Сисель Ахин всегда преподносит свои сюжеты необычным способом. То, вот видите, у неё, то у неё с жизнью разговоры какие-то идут с её, то там... Невидимый друг. Воображаемый друг, да. Следующая книга — это «Год, когда мы встретились». Проходит под... Как это? Девизом таким. Под девизом «Спасибо, чудеса» растут там, где посажены их ростки. Так вот, эта книга не обладает... Вот этими предыдущими. Вот этими признаками. Это обычный женский роман. Не пошлый, талантливо написанный, но, тем не менее, просто обычный женский роман. Нет, но, тем не менее, здесь просто изложена такая ситуация, как я говорила... Ну, лучше, чем-то я не думаю. Очень, ну, может быть. Очень трудная ситуация для героини, когда она вышла из жизни, можно сказать. И как она приходила из себя, и кто ей в это помогал. Да, такой путь и снахождение в глубокой депрессии, и не знание, что делать. Тупик. Она не видит света в конце тоннеля. И мы прослеживаем весь ее путь выхода из этого состояния. Это очень интересно. Очень интересно. Ну, Сесиль, этим все сказано. Мы души нечая, потом читаем с большим удовольствием. Все. Все. В этом месяце. Пока. До свидания. До свидания.